Здравствуйте! Начнем с главного культурного события недели. На Алтае стартовали рождественские чтения, с чем я нас всех и поздравляю. В этом году не еще и юбилейную нашему земляку поэту Роберту Рождественскому исполнилось бы 85. На торжества собираются именитые гости, например, Тамара Гверцители, Максим Аверин и Александр Маршалл. Наши артисты тоже не остались в стороне. Например, симфонический оркестр Краевой филармонии дал весьма необычный концерт под открытым небом. Играли на улице на площадке перед театром драмы. К выступлению присоединился известный баритон, заслуженный артист Республики Карелия Владислав Косарев. Программу назвали «Притяжение земли». За основу взяли известные стихотворения Роберта Рождественского, например, «Мгновение от зари до зари», песни о далекой родине. Играть на открытом воздухе признались музыканты гораздо сложнее, чем в зале. Здесь плохая акустика и посторонние уличные звуки. Однако задачи, судя по реакции публики, справились на отлично. Далее торжества продолжатся на родине Роберта Рождественского в силе Косиха. Там ожидается не менее интересная программа и выступление известного певца Александра Маршала завершится праздник салюта. Сможет ли Рождественский фестиваль по популярности догнать Шукшинский, пока никто из организаторов сказать не может. Ясно одно, этот праздник всем нужен, ему быть и в следующем году. «Быть и библиотеки под открытым небом» — это новый летний проект Шишковки и парка «Солнечный ветер». Разместили небольшую выставку нот и пластинок. Так, скажем, подкрепили экспозицию своим выступлением ребята из клуба авторской песни «Лисовичок». На ваших экранах концерт в исполнении юных музыкантов. Для тех же, кто только мечтает научиться играть на гитаре, лидер коллектива «Горизонталь» Павел Ладыгин поделился с публикой своим опытом и показал несколько простых аккордов. Вечер продолжили танцами, тут уже публика старалась освоить азы жаркого аргентинского танго. В библиотеке планируют продолжить такие летние выездные экспозиции и мастер-классы. Напомним, место встречи парк «Солнечный ветер» в ближайшую среду обещают научить всех желающих, как ходить конем. А вот молодежный театр Алтая позже других театров Барнаула закрыл свой творческий сезон детским спектаклем. Для юных зрителей подготовили несколько сюрпризов. Например, ребята могли попробовать себя в роли актеров. Давайте вместе посмотрим небольшой репортаж. Этот день для ребят из поселка Бельмесева был особенным. Там, где они живут и учатся, нет театров, и щелкунчик стал для них настоящим праздником. После спектакля юным зрителям предложили пройти на сцену. Для них подготовили небольшую экскурсию. Школьникам показали, как работают механизмы сцены, предложили примерить костюмы актеров и сфотографироваться в таких вот образах. Но больше всего ребят заворожил театр теней. Буквально каждый хотел пройти за волшебный занавес. Давайте, кто у нас мышки, выходите на первый план. Дети не стеснялись своих эмоций. Задавали разные вопросы. Многих, например, интересовало, как на актерах держатся усы и не спадает ли во время выступления парик. Мне понравилось, когда мы заходили за вот этот занавес, и там было, кто стоял тут, было видно на нас большущих. Молодежный театр Алтая закрыл свой 59-й творческий сезон. Следующий юбилейный стартует в сентябре. Правда, каким спектаклем порадуют зрители, еще не определились. Юлия Евграфова, Андрей Печоркин. Специально для Окультуриваемся. Вот такой приятный подарок сделал театр своим зрителям. Сезон в МТА закрыт. А вот художественный музей будет работать все лето. На этой неделе там презентовали новую выставку четырех московских художниц. Называется «В моем саду». Цветочные пейзажи как будто собраны из мелких кусочков. Глядя на эти работы, сразу поднимается настроение. Тюльпаны, залитые солнцем, способны вызвать улыбку даже у самого хмурого зрителя. Четыре автора, четыре разные манеры письма. Одна художница рисует крупными смелыми мазками, другая предпочитает спокойные оттенки. Третья подражает Ван Гогу. Картина четвертая похожа на мозаику. Выставка работает до 25 июня. Сотрудники музея говорят, в летний каникул главные посетители – дети. И они в восторге. А дети, они же очень эмоциональны, они эмоции свои сразу выражают. Ах, как красиво, ах, как здорово. А потом, когда заходят в тот зал, а там огромные цветы, огромные работы с цветами, так там вообще ах. В завершение наша постоянная рубрика «Свободный микрофон». Его подхватила сегодня Юлия Евграфова. Она прочтет стихотворение Анны Ахматовой. Ты выдумал меня, такой на свете нет. Такой на свете быть не может. Ни врач не исцелит, ни утолит поэт. Тень призрака тебя и день, и ночь тревожит. Мы встретились с тобой в невероятный год, когда уже иссякли мира силы. Все было в трауре, все никло от невзгод, и были свежи лишь могилы. Без фонарей, как смоль, был черен Невский вал. Блухонемая ночь вокруг стеной стояла. Так вот, когда тебя мой голос вызывал, что делала, сама еще не понимала. И ты пришел ко мне, как бы звездой ведом, по осени трагической ступая в тот навсегда пустошенный дом, откуда унеслась стихов казненных стая. Напоминаю, телефон редакции 722 440. Свободный микрофон ждет, а мы ждем в следующей пятнице. Будем вновь оккультуриваться. До встречи. Пока.